Очередная пресс-конференция главы собрала журналистов, ведущих в СМИ региона. Республика уже четверть века активно развивается, соответственно, есть о чем поговорить. Если разделить вопросы по тематике, то ведущая роль осталась за социальной сферой. Началась пресс-конференция с вопроса о федеральной целевой программе. Глава Игушетий заявил, что несмотря на то, что программа уже завершена, регион будет развиваться благодаря реализации других программ. Да, у нас программа была до конца 2016 года, мы ее исполнили, выполнили. Но если вы обратите внимание, в этом году вне программы, в том числе вне программы, мы строим много объектов. То есть те же дома культуры, которые в этом году мы делаем, где-то 8 домов культуры и еще столько же, примерно, заложено на следующий год. Те же школы, которые мы в этом году сдали, одни там по ФЦП, а другие, которые сейчас мы сдаем, их 6 школ и 3 детских садов, они вне программы ФЦП, то есть уже другие программы. Поэтому здесь я хочу успокоить население тем, что независимо, что программа ФЦП завершена, есть другие формы участия в программах, проектах. И мы в них участвуем. И нам, конечно, там помощь нужна, и нам эта помощь закладывается, в том числе и на другие годы, по школам в том числе. Ну и принято решение, и довольно серьезная сумма выделяется по детским яслям. И мы в этой программе участвуем. То ли это будет отдельная строительство детских ясель, или то ли это будет другое, как мы предлагаем в действующих, существующих детских садиках создавать ясельные группы. Плюс мы участвуем в различных проектах, в том числе, решение федеральной автомобильной дороги. Довольно серьезные средства выделяются. И со следующего года, я думаю, что там уже начнется реконструкция. Мы участвуем в программах развития агропромышленного комплекса. И тоже видим дотации непосредственно Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. То есть и по линии Министерства здравоохранения, Министерства культуры. То есть мы уже независимо от ФЦП или не ФЦП, все равно участвуем в тех программах, которые есть у профильных министерств и ведомств. Вполне ожидаемым был вопрос и касаемо инвестиционных проектов. Понятно, что для развития республики важен инвестклимат. Как же бизнес может помочь региону? В данном моменте такие предприятия, это, конечно, сад-гигант, который с каждым годом будет наращивать. Я думаю, что к 2020 году он будет такой, один из самых крупных бюджетно образующих предприятий на территории республики. Это полимерный завод. Это мы в классическом варианте видим со следующего года уже, по крайней мере, если не к концу года, то уже в 2019 году это завод энергозаберегающих ламп и швейную фабрику, который должен стать уже на хорошее производственное крыло. И это уже непосредственно поддержка вот тех инвестпроектов по крупному, которые мы видим из «Строймаркет». И те проекты, которые мы сейчас реализуем по линии корпорации развития Северного Кавказа, где личную нам помощь в этом оказывает министр со своей командой. Это и птицекомплекс «Южный», и предприятие «Реак» по алюмининным профилям. Мы в этом году в том числе подали проекты для расширения участия в этой корпорации. Я думаю, что они тоже дадут хороший результат. Вот такие бюджетнообразующие вещи, которые позволят нам пополнять бюджет. Что мы видим? Задача, она стоит такая. Где-то примерно, если мы по этому году ставили до 4 миллиардов рублей, но чуть-чуть задачу недовыполнили, посмотрим по итогам года, то на следующий год мы хотим видеть результат где-то 4,5-5 миллиардов рублей по доходам бюджета республики. Неспроста пресс-конференция итоговая. Это своеобразная оценка того, какие успехи были достигнуты руководством региона и на что стоит обратить еще большее внимание. Оценил Евкуров и работу правительства и муниципалитетов. Мы сегодня наработали хороший опыт, с учетом регионов, страны, где этот опыт раньше нас нарабатывался. Мы создали совершенно хорошую нормативную правовую базу в муниципалитетах. И сегодня мы некоторые вопросы в том числе передаем на управление муниципалитетом, а некоторые вопросы такие, как, например, школа, детские садки, забираем на себя. То есть у нас есть возможность где-то регулировать этот процесс с учетом рисков, которые происходят не по вине муниципалитета, не от того, что они не могут управлять, а от того, что у муниципалитетов нет финансовых средств для того, чтобы содержать некоторые проекты. Поэтому я считаю, что муниципалитет работает на должном уровне, но не без недостатков. Повторяю еще раз, причем потому, что наши муниципалитеты имеют одну такую глобальную проблему, или две. Первое, это они не всегда относятся оперативно, быстро реагируют на проблемы людей на местах, не всегда. Ну не везде, понимаешь, но тем не менее. И они по старой привычке пытаются каким-то образом ждать, пока кто-то вместе с ними работу сделает. И вторая проблема, они не совсем как бы избирательно подходят к вопросу пополнения собственных доходов. По правительству. Ну как я уже и раньше это говорил, год работал в правительстве, небольшой срок, но они уже проявили и показали себя. Некоторые сошли с дистанции. Кто-то с положительной причиной, кто-то без причины, но понимая, что не оправдались его надежды, да, на участие именно в правительственном блоке. Но я думаю, что команда состоялась. Обычно в практике бывает так, год нельзя ругать, нельзя трогать, нельзя человеку дать возможность войти. Поэтому вот сегодня уже, как вы сказали, прошел год, наступил момент, когда мы уже будем ругать более жестко правительство. Хотя я должен сказать, что и представители правительства, и команда, они работают уже в совершенной механизме. Там сейчас и руководитель аппарата, такой уже устойчивый человек, который должен аппаратную работу наладить, и организацию планировать, и поставить на должный уровень. И я уверен, что правительство дальше будет уже наращивать свой потенциал. Но самое главное, что тот состав правительства, который сегодня есть, и та смена правительства, она оправдала наши ожидания. Пожалуй, самая актуальная тема, которую коснулись в ходе пресс-конференции, это предстоящие президентские выборы. На ваш взгляд, в чем преимущество Путина перед другими кандидатами, которых уже, как сообщается, 23? Кандидатуры, которые выставляют они, граждане нашей страны, имеют на это право выставиться, и никто не омоляет их достоинств в плане попыток участвовать в выборах президента. Ну что ж, авторитет Владимира Путина непривекаем и на данный момент, и в последующие годы. Почему? Потому что у Владимира Путина есть целая история, как он принимал нашу страну, когда шел на первый срок президентский. Знаете, вообще человека познают, наверное, в трудных ситуациях. Он с первого дня оказался, грубо говоря, на войне. С первого же дня. С первого дня он, вот боевой, прямо боевой, с колен в обстановке, он прямо с колен начал писать там уже какие-то определенные документы. Начал давать указания жесткие. Или просто там, просто дать указания, я покажу, как. Выполнимые. И с первого же дня я тогда тоже служил в вооруженных силах. Армия поверила, народ поверил. То, что все его решения будут исполнены. Он не даст задним их. Вот на протяжении вот этих лет, он это все доказывает. Мы сейчас просто забываем, какая была страна. И сколько сделано за этот период. Это не так легко. За этот небольшой период. И это все сделано. И в конечном итоге сегодня нет никаких сомнений, что именно Владимир Владимирович должен пойти на следующий срок. И для нас, для страны, это 6 лет. 6 лет спокойствия, 6 лет понимания, к чему мы идем, 6 лет стабильности и 6 лет прогнозирования завтрашнего дня. А дальше это еще больше и лучше укрепится. Вот эти 6 лет нужны не для того, чтобы поднимать страну, потому что наша страна поднялась. Эти 6 лет нужны именно для того, чтобы закрепить этот успех. Также не обошли вопросы безопасности в республике. Нападение на пост ГИБДД в Яндере. Глава рассказал, что это была спящая ячейка и надеется, что больше таких в регионе нет. И заверил, что во время проведения президентских выборов работа правоохранительных органов будет усилена. Нет у нас никаких угроз ярко выраженных. Вы знаете, что нападение, которое было на пост в Яндере, это из области того, что первый пошел на это кровавое преступление. Долго не могли разобраться, пока не получился второй же более зловейший случай. Там быстро разобрались. Но эту цепочку просто восстановили, да? То, на чем это все было. Надо понимать, что вот эти все ребята, которые сейчас арестованы, и те двое, которые один подорвался, второй был уничтожен, они после первого случая были на беседе органов правопорядка. Они были на заметке. Они уже были где-то, суетились первым. То есть там работа такая шла. Они и их родственники, в своем большинстве, категорически отвергали любую причастность к их детей, как и сегодня. Родственники тех, кого задержали, пытаются отвергать любую причастность к их детей. Поэтому, конечно, мы будем работать в этом направлении. Но это была так называемая спящая ячейка. Надеюсь, что таких ячейок у нас не осталось. Хотя сомневаться с том, что они есть, тоже не приходят. Есть, но ситуация под контролем. А вот директора НТРК Ингушетия Гуреша Агасиева интересует, как, на взгляд, главы республика отметила свое 25-летие. Подведая итоги года, наверное, надо, в первую очередь, вспомнить про 25-летие республики. Самое большое, главное, это года, наверное. Был разработан обширный план, празднованное 25-летие. Как ваш план выполнен? И довольны ли вы, что так все мы отметили 25-летие? А если вы посмотрите, что вы посмотрите. Я доволен нашим уходящим годом, годом 25-летие республики. И хочу сказать, что то, что мы закладывали в планы, они были выполнены даже больше, чем оно было изначально изучено или утверждено. Говоря о планах на будущее, глава Ингушетии отметил, что необходимо развивать туристический кластер. Туристы с удовольствием посещают Ингушетию, и для гостей нужно создавать комфортные условия. Надо развивать, не останавливаться на том, что мы сейчас достигли. Я вот видел недавно вот этот хостел, вы сказали, да, может это есть, там вот это семейная гостиница, так будем говорить. Насколько там люди даже не заселяются в ЛОК, а едут именно в семейные гостиницы. Там более домашняя, уютная обстановка, там понимание людей. И я передачу видел, она такая там, кажется, была передача, как этих людей там чествуют, как они там встречают, как туристы отдыхают, как туристы там радуются этому. И хозяин дома, который гостиного дома там, или гостевого дома, как с удовольствием это все рассказал, и сказал, что это у него там уже бизнес, да, и он будет планировать еще какой-то дом построить такой. Нам надо здесь делать упор, но тем более мы гостевой дом, ХАЖЦА, да, это наше традиционное, нельзя этого забывать, забывайте, надо это делать. И каждая семья, если возьмется за это, там, или часть семей, там, Джейрасского района особенно, они могут на этом хорошо зарабатывать. Я знаю, что те регионы, которые традиционно находятся в зоне курортных, это та же Кабардино-Балкаре, там, при Эльбрусе, там, или Донбай, люди только этим занимаются, на этом зарабатывают. Поэтому почему нет? Мы должны изучать опыт и это все делать. Ну и, конечно, делать определенные развлекательные, такие привлекательные вещи. Помимо этого, надо сейчас дополнительно еще делать там народно-промысловые вещи, на что жалуются туристы, что в шаговой доступности нет того, что хотелось бы купить. Каждый турист хочет, там, вот кусочек камня, но домой привезти, показать, что он был здесь, на память, да? И здесь тоже, значит, есть еще темы, над чем работать. Мы будем это все развивать, потому что и в глобальном плане туристического отрасли развивать, тем более сейчас, с учетом смены руководства курортов Северного Кавказа и передачи курортов в ведение Минкавказа, надеемся, что мы и там получим определенную помощь. Кроме того, коснулись спорта и отдельных направлений в нем, которые необходимо развивать в Ингушетии, работой благотворительных фондов и молодежной политики. В целом, пресс-конференция продлилась больше двух часов, за которые глава республики успел ответить более чем на 20 вопросов.